Три человека погибли во время пожара под Челябинском в деревне Султаева Сосновского района. Загорелись два частных деревянных дома. Об этом и других пожарах в нашем сюжете. По данным МЧС, огонь вспыхнул на площади в 240 квадратных метров. Возгоранию сразу был присвоен повышенный номер сложности. К тушению привлекли 56 человек и 17 единиц техники. Позже на пепелище обнаружили тела трех мужчин. Благо, пламя не перекинулось на соседние жилые постройки. Причины пожара устанавливаются. А в колонии номер 6 в Копейске из-за задымления в бытовом помещении одного из отрядов эвакуировали 69 сотрудников и осужденных. На место прибыли огнеборцы. Как сообщили в ГУФСИН, открытого горения не было. Причина устанавливается. В МИАСе пожарные эвакуировали 45 человек из горящей девятиэтажки на улице Богдана Хмельницкого. Всего для ликвидации происшествия было привлечено 29 человек и 9 единиц техники. По данным МЧС, загорелась трехкомнатная квартира на первом этаже. Из-за сильного задымления в подъезде пришлось эвакуировать жителей – 36 взрослых и пятерых детей. Еще четырех человек пожарные эвакуировали с балкона по трехколонной лестнице. Два брата спасли четырех детей на пожаре в поселке Бреды. Сотрудник Росгвардии Павел Бородин вместе с братом, сотрудником МЧС Андреем Бородиным, вынесли детей из горящего дома. Мужчины были на выходном и днем возвращались домой, когда заметили клубы дыма на веранде. А потом услышали крики о помощи. Бородины сообщили в пожарную охрану, а сами начали искать детей. Обнаружив, вынесли их на улицу, после чего обесточили дом и начали тушить пламя подручными средствами. Мужчины успели потушить дом до приезда огнеборцев. А начальник участка номер 15 учреждения особо охраняемой природной территории Челябинской области Анатолий Арапов в одиночку потушил пожар в Варламовском заказнике. Загорелись лесные насаждения. Анатолий, который находился в рейде, вызвал пожарных и принялся в одиночку с помощью ранцевого огнетушителя бороться с пламенем. Как сообщили в МЧС, пламя устранили. Сам инспектор не пострадал. Свалка города Златоуста. Ни конца, ни крови. В Златоусте загорелась городская свалка. Как сообщили в администрации города, на объекте постоянно работают пожарные. В выходные ситуацию стабилизировали. Работало порядка четырех цистерн. А в Челябинской области продолжают гореть леса. Очевидцы поделились кадрами пожара возле поселка Высокий. Народ, посмотрите, что творится в лесах. Люди обеспокоены, что из-за некоторых граждан вместо лесов скоро останется лишь пепел. Отметим, что с 1 мая в регионе введен особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую траву.